Продолжение следует... Чтобы я смог определить победителя и сделать ему арт в таком стиле. Также не забудь подписаться, а если подписан, не забудь кликнуть по колокольчику, чтобы узнать о моем видео первым. Итак, фоточку взял у Максима Карпова и по старинке открываем ее в сее. Переходим в меню холст и выбираем размер холста. Я поставил 3к на 3к. Нажимаем Ctrl-T, растягиваем и выставляем как нам нужно. Жмем Enter. Потом для удобства я снизил непрозрачность картинки где-то до процентов 70-80. Создадим обычный слой и давайте подберем правильные настройки для кисти. Нужно, чтобы минимальный размер был 0. И сглаживание поставьте в районе от 5 до 7. Я обычно ставлю 7. Это чтобы линия, которую вы проводите, была плавнее. Я забыл поставить по своей невнимательности, но я думаю, вы меня простите. Простите, пожалуйста. И давайте теперь штрихами создавать контур. Если будут какие-то неровности, то потом без особых проблем их сотрем ластиком. Сделаем зрачок глаза, а сверху чуточек затемним, закрасив черным. Сделаем зрачок глаза, а сверху чуточек затемним, закрасив черным ластиком. Ну, это, конечно, в том случае, если у нашего человечка очки. Если их нет, то рисовать их не нужно. Доступно? Но если на человеке есть какие-то трудные детали или вещи, которые на графическом планшете сложно сделать, можно воспользоваться магией и обвести вектором. А дальше продолжаем творить. Создадим обводку для носа, а его выпуклости и впуклости добьемся штрихами и подчеркиванием изгибов тонкой линии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте посмотрим, что если я скажу, что следующий урок о том, как рисовать зубы мышкой, то сейчас многие пойдут хайпить. Создавать подобный урок, чтобы выложить раньше меня, как ни в чем не бывало. Проверено! Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому для начала я сделаю себе представление Потом сделаю слой немножко невидимым А на основном слое с обводкой по новой красивенько их перерисую Окей? И добавлю штрихами объемчика Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Щетину я сделаю короткими и маленькими штришками Дальше давайте закрасим очки Возьмем ластик и сотрем на том месте где у нас блики Дальше 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 Субтитры создавал DimaTorzok В глаза добавим немного реалистичности, вот такими вот штрихами по кругу радужки. А сверху зрачка на отдельном слое белым цветом создадим блик. Наша обводка человека практически готова, осталось только добавить пару деталей и исправлений. Запихнем все в одну папку. И вектором создадим круг, ну чтобы был ровный. Да, я криворукий и я с этим ничего поделать не могу, жизнь боль. Под вектором, который мы сделали, создадим обычный слой и нажмем на клавишу «Скинуть содержимое слоя». И вектор можно удалить. И сотрем ненужные линии нашего круга. Дорисуем нашу одежду и все отлично, наша основа нашего человека готова. Можно сказать, что это черно-белый стиль, почему бы и нет. На этом первая часть урока закончена. В следующем уроке я покажу, как происходит заливка, а победитель прошлого видео у нас Коля Лесной. И давайте поздравим его бурными аплодисментами и пам-пам. Свой арт в мультяшном стиле можешь забрать в моей фан-группе, ссылка в описании. А теперь внимательно. Новый конкурс на черно-белый арт в таком стиле. Чтобы выиграть, вам нужно всего лишь в моей группе сделать репост записи с этим видео. И тогда на выходе следующего видео все узнают имя победителя, увидят арт, который был приготовлен для него. Также не забывайте делиться своими артами в моей группе. Подписывайтесь на канал в ожидании нового урока. Ставьте лайки, чтобы мне было приятно и я не плакал по ночам. А с вами был Капитан, всем спасибо за просмотр, пока!